Привет, с вами Олег Кучеренко и проект Hotline Video. Сегодня у нас в студии имиджевый компактный фотоаппарат с светосильной оптикой Nikon Coolpix P300. Дизайн аппарата выполнен в строгом бизнес-стиле. Острые горизонтальные грани, чуть скругленные вертикальные. Корпус изготовлен из практичного черного матового пластика, на котором сложно оставить следы от пальцев. Тонкая резиновая накладка спереди компенсирует отсутствие хоть какой-то рукоятки. В сумме с накладкой под большой палец это дает возможность более уверенно держать камеру одной рукой. Сверху расположена клавиша включения с индикатором, клавиша спуска, совмещенная с рычагом управления трансфокатором, который практически не выступает ни сверху, ни спереди, диск режимов с рифленой поверхностью и четким ходом, а также отверстие стереомикрофона и диск управления. Встроенная вспышка активируется рычажком на левой грани и поднимается на совсем небольшую высоту относительно оси объектива. На задней панели размещен уже привычный для дорогих компактов и зеркалок Nikon трехдюймовый дисплей с разрешением 640х480 пикселей и очень широкими углами обзора. Экран защищен пластиком с антибликовым покрытием и не выступает за пределы корпуса. Справа от него привычный набор управляющих клавиш, плюс второй диск управления, а также клавиши записи видео. Снизу находится металлическое штативное гнездо и спаренный отсек для карты памяти SD и батареи. Тут же под заглушкой вход для дата кабеля. Справа находится только порт HDMI. Меню разделено на три привычных раздела – фото, видео и общие настройки. С помощью диска можно выбрать один из творческих MASP режимов, автоматический и набор сцен. Верхний диск отвечает за управление выдержкой, а передний – диафрагмы. Клавиша компенсации экспозиции в творческих режимах позволяет также изменить насыщенность и оттенок снимков. Странно, что разработчики решили сделать быстрый доступ для функций, которые один раз настроил и забыл, а про оперативные клавиши изменения чувствительности и баланса белого – позабыли. В Nikon Coolpix P300 установлен 12-мегапиксельный CMOS с диапазоном чувствительности от 160 до 3200 единиц. Чистые и детализированные снимки можно получить до ISO 400. На отметке 800 тоже можно сделать хорошие кадры, ведь производитель позаботился о балансе между шумоподавлением и деталями. Все, что выше, нужно использовать только в крайних случаях. Наиболее интересная особенность Nikon Coolpix P300 – светосильный 4-кратный зум-объектив с диапазоном фокусных расстояний от 24 до 100 мм и светосилой от 1,8 на широком до 4,9 на теле положении. Не стоит обманываться – на широкоугольном положении объектива даже с такими цифрами на шильдике, о каком-то сильном размытии фона можно забыть. Радует, что объектив очень резкий, даже на максимально открытой диафрагме. Для чего же может понадобиться диафрагма 1,8 на широкоугольном положении? Это очень поможет при слабой освещенности. Ведь в таком случае вы сможете сэкономить две ступени ISO по сравнению с типичным компактом, и разница в качестве снимков будет разительная. Модель Coolpix P300 порадует любителей снимать видео. Доступны всевозможные режимы от Full HD до веб-размера, а также ускоренная съемка в сниженном разрешении вплоть до 240 кадров за секунду. Во время записи работают плавная трансфокация и фокусировка, звук которых записывается на микрофон. Nikon Coolpix P300 великолепно сбалансирован. Удобное управление с ручными настройками, светлая и резкая оптика, функциональный режим видео. Картину портят разве что некоторые недочеты в меню и высокая цена.